Здравствуйте, друзья! Вы на канале Red Fury MMA. Негодование со стороны топовых бойцов UFC к руководству промоушена просто доходит до предела. Джон Джонс уже подсапался с руководством и оставил свой пояс вакантным. А теперь этот список пополнил и Хорхе Масвидаль. Давайте, друзья, сначала послушаем, что говорит Дану Уайт по поводу этого заявления от Хорхе Масвидаля, а затем послушаем и самого Хорхе. Всем вам, друзья, желаю приятного просмотра после небольшой рекламы. Выбирай победителя матчей Ла Лиги. В этом помогут мои друзья из OneX. У них самая широкая линия, и там ты найдешь всевозможные виды спорта и киберспорта, а также другие бонусы у них на сайте. Все ссылки ищи в закрепленном комментарии. Также используй наш промокод RedFury при регистрации и участвуй в акции по страховке первой ставки до 10 паксов, а также получи бонус до 100 долларов на первый депозит. И вот еще один вопрос. Ты упомянул Джона Джонса. Был ли у тебя шанс поговорить как-то с ним? Он говорит о том, что хочет оставить пояс. Воспринимаешь ли ты это всерьез, или какие планы? Мы не общались еще. Послушай, Джон Джонс, он, к моему пониманию, лучше в этом деле. Пусть он возьмет время, а потом мы и разберемся. Нет, но мы не говорили с ним. Можешь ли ты сказать, что в этот раз тебе нужно проконтролировать эту ситуацию? Я не знаю. Я правда не знаю. У меня с ним были очень много разборок в прошлом. Это не впервой, и это не будет в последний раз. Так что... Послушай, сейчас у нас очень странное время. Я только увидел, что Масвидаль говорит. Типа, я хочу больше денег, что такое. Весь этот гребаный мир теряет свои головы. Это просто безумие. Так что я не знаю. Позволь спросить насчет Масвидали, а что ты скажешь насчет этого? Я думаю, каждый хочет больше денег. Я думаю, все хотят больше денег. Так же и в других видах спорта. У нас есть... И Масвидаль говорит, у тебя достаточно денег, чтобы покупать острова. Я повторюсь. Уже в какой раз? Я не покупал остров. Понятно? Мы не покупали этот остров. Мы работаем над островом, потому что бои должны состояться. Чтобы парни из Европы, из со всего мира зарабатывали деньги и работали. Так что я думаю, что очень много людей либо расстроены или не понимают, что происходит. Другие спортов, например, сейчас пытаются договориться, чтобы люди выступали за половину гонорара. А другие, например, виды спорта вообще не начнутся в этом году. Мы не знаем. Люди теряют разум. Вот смотри, кто бы не хотел... Я это уже говорил, когда началась пандемия. Прессы меня спрашивали, а что если бойцы волнуются и не хотят драться? Так они не должны. Кто не хочет, тот не обязан драться. Включаем Масвидаля и Джона Джонса и всех других парней. И здесь речь не идет только о пандемии. Они как независимые подрядчики. Это не как в НФЛ, где я заставляю тебя, чтобы ты приходил и тренировался. Или ты будешь оштрафован и все такое. Эти парни могут делать, что хотят. Они могут говорить, что хотят. Все только и говорят о том, сколько получает боец. Так они сами могут выйти и сказать, сколько они зарабатывают. Они могут сделать это. Они могут делать что угодно. Они не обязаны драться. Мы не умоляем людей, чтобы они подрались. Мы им предлагаем бои, потому что по контракту мы должны им предложить три боя в год. Так же, я должен тебе три боя в год. А у тебя есть право их отклонить. И не принять эти бои. Эмм. Так что они могут делать что хотят. Но Масвидалю эти слова не очень сильно понравились. И вот что он написал сразу у себя в твиттере. Если я столько не стою, дайте мне уйти. Заставляете меня драться за половину того, что я сделал в предыдущем поединке? Только из-за того, что другой чувак не умеет продавать бои? Не говорите мне о пандемии, потому что все отчеты говорят, что наш рынок на самом высоком подъеме. Все вернулись к работе, а вы купили остров. Хватит играть с нами и фанатами. А теперь урок для новых фанатов, которые только что начали следить за нашим спортом. Я 16 лет в деле и никогда не отказывался от поединков. Попросили драться с третьим номером в его родном городе после годичного перерыва. И я устроил нокаут, номинированный на ежегодную премию. Затем попросили драться с номером 5, с которым мне не было смысла драться. И я оформил самый быстрый нокаут в истории UFC. Меня попросили драться в Мэдисон Сквер Гарден с тремя разными парнями. Я ответил да, всем троим. Мне приходилось драться на чужих территориях. Но ни один чувак не проявлял ко мне такого неуважения, которое я чувствую сейчас. Закончил Хорхема свидали. Таким образом, друзья, не исключено, что недавнее заявление Дану Уайта о том, что следующим соперником Комару Усмана может стать Гилберт Бернс, продиктовано не только успешным выступлением бразильца в поединке против Тайрона Вудли, но и тупиком, в который зашли переговоры с Хорхема свидалем. А что вы думаете по поводу этой ситуации? Свое мнение напишите в комментариях, друзья. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Обещаю, теперь выпуски будут выходить почаще. Всем хорошего дня. Пока, друзья.